Итак, всем привет, с вами Игна Драгон, и сегодня вы не поверите, мы будем играть в игру под названием Outlast. Я думаю, все про неё уже знают. Проходить я сам буду в первый раз, но хочу сказать, что некоторые моменты я себе всё-таки проспойлерил. Ну, потому что игра уже вышла давно, и это был очень интересный проект, и я смотрел за новостями и всё такое. И вот некоторые моменты я себе проспойлерил, но сейчас я не буду говорить, может реально кто-нибудь не играл или не смотрел прохождение Outlast. Ему будет интересно окунуться в эту атмосферу и пугающий Outlast. Ну что ж, давайте начнём. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Ни хрена себе наслаждайтесь. Главный герой, репортер Мас Аш Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рассунулся ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать Адом на земле. Его главная задача докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно. Так что остаётся только бежать, прятаться или погибнуть. Вот так вот. Ну что ж, давайте приступим. Приступим к этой замечательной, ужасно пугающей. Я, кстати, всё-таки решился в неё поиграть, потому что, ну, скоро уже выйдет дополнение, и это будет просто подарок для меня. Ну, тут мы слышим радио. Который, как всегда, говорит какой-нибудь, какие-нибудь новости или бред. Вот мы с вами подъехали к Маунт Мессив поселу. То есть, Маунт Мессив-тихушка. И почему-то радио заглохло у нас. Видимо, там у нас не ловит сигнал. Или просто стоит какая-нибудь заглушка. Такое, мне кажется, тоже возможно. Так, ну что ж. В наличии мы с вами имеем документы. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил конституции о программном обеспечении психиатрических исследований. Марков в Маунт Мессив. Меня наставили подписать кучу договоров о мерзглашении. И сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю. И в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Вот так вот, представляете? Также у нас в распоряжении есть батарейки. Две штуки. И глосс программы камера. На которую мы будем записывать свой репортаж. Кстати, надо пользоваться камерой очень экономно, потому что в ней могут кончиться батарейки. И тогда нам придется полный капец. Потому что в этой психиатрической больнице, хоть и есть электричество, насколько мы видим, но электричество может и отключиться. Так что, ребят, будем пользоваться этой камерой осторожно и экономно. Так, что это? Что это? Двухмониторный компьютер, видимо, для охраны, чтобы отсюда никто не убежал. Чтобы наблюдали за всей больницей. Как вам сделать ночное видение? А, наев. Хорошо. Открываем дверь. И вот оно, вот оно, место ужаса просто, которое пугает множество игроков во всем мире. Как мы видим, сюда даже приехали, по-моему, военные, представляете? А я в решили, чтобы бежать. Хорошо. Ну, насколько я знаю, тут будет сейчас закрыто. Да, именно так, закрыто. Hello? Нет, ничего не слышно. Хорошо. Да, технику, конечно, сюда привезли такую знатную. Я даже сделал очень знатную. Видимо, сюда приезжал какой-нибудь спецназ. Но так и не уехал. Так, левый компьютер, чтобы двигаться. Пролезаем. Так, ээээ... Прибежать. Ну, пока нам снимать нечего, в принципе. Лезем наверх. Наш бравый репортер решает проникнуть через строительные леса. В психиатрическую больницу. А если здесь были... О, Господи, как ты громко орёшь-то. А если тут были строительные леса, значит... Эээ... Тут... Эээ... Пытались... Отремонтировать это здание. Привести его в порядок. Так, нафига я сюда лезу? А, вот что-то. Окно у нас. Оп! Так, надо отсюда уходить. Здесь слишком темно и страшно. Открывай дверь. Как открыть дверь? Так, пойди. А, вот оно как. Это работает. Какой-то богослужитель. Священник. Это ненормально, но в хоррорах уже привычно. Так, а как... Я знаю, что тут можно как-то было контролировать вроде закрывания дверей, но... Не знаю, ладно. Фиг с этим. Разберёмся потом. Так, вот мы вправо пролезаем через щели. Ну, что? Батарейка нужна ли? Ага, наверное, надо сменить батарейку. Хорошо. Будем постепенно разбираться. Что да как нам тут делать? Что там написано? Документы. Так, G. Психиатрическое исследование Мерка. Проект Вальридер. Лечебница Маунт Месси. Дело номер 174. Пациент УПХ Билли. Дата консультации. Возраст 19. Пол М. Речицы врач Карл Кьюстон. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает артмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска. Его матери против лечебницы. И мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя Билли утверждает, что источниками информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер. Отвещающее лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности. А также совершенствовать систему на видеонаблюдение. Включив биометрические распознавания. Психиатрические исследования и мерков. Проект Валеридер. Лечебница Маунт Мэтьев. Какой-то Валеридер. Вот оно как. Кровавые следы. Это плохо. А это еще хуже. Нет, ты куда? Я же случайно нажал. Ты что, издеваешься? Ты тут ушел, а мы дверь начали открывать. Это страшно. Бляха-муха, 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 быстрее наверх. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Что случилось? Что-то мне как-то жутко. Мини по себе. Там кто-то есть, смотрите. Кто-то бегает. И дрить, подрить. Какого хрена тут происходит вообще? Так, ребят, я изменяюсь, но мне надо чуть-чуть убавить звук, потому что какой-то слишком громкий. Так, надо еще чуть-чуть. Здесь кто-нибудь? Алло. Ой, ты живой. На хрюке. Прячься. 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 Отвергайся от этого террористого места. Да вы издеваетесь. Какого хрена вообще? Говорит, убирайся, убирайся, а мы сейчас с вами пойдем дальше исследовать эту больницу. Но мне же надо написать свой репортаж. Свой суперский офигенный репортаж, за который я плачу повышение в виде зарплаты и инвалидности. Что-то музыка стрёмная какая-то. Что у нас тут? Что это там? Подождите, что он лежит? Рука. Нафиг. Уходим. В принципе, больница такая, ну, с виду красивенькая даже. Можно сказать, закрыто. Не открывается. Бротенок! Ой-ой-ой! И кто ты, тогда? Я... я вижу... Божественный Бог, ты послал меня в апостоле. Господь твою жизнь, сын. Ты послал. Глупость. Это все религиозная чушь именно этой религии. Конечно, немножко тут проспойлерил ребят, но тут есть своя религия. Вот оно как. Мужик, тебе не повезло. Как-то все это дело сохраняется, интересно. А, сохраните выйти можно. Отлично. Что прям на месте? Интересно, интересно. Корпорация Мерков. Подразделение в США. Ордер на арест имущества. Дело номер 29478-104. Относительно ареста имущества. Психиатрический центр Маунт Массив. Психиатрическое исследование Мерков. Реон последний Маунт Массив. Государственный шоссе 112. Письменные показания под присягой. Данные перед советом директоров, заслуживающим доверия Агентством безопасности Мерков АБМ. Катастрофические нарушения в работе системы безопасности. Сражение окружающей среды. Неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточно доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ. И основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованиям. И полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований корпорации Мерков и ее дочерним компаниям. Касательно действий АБМ. И обстоятельств, которые они были необходимы, невзирая на последствия. АБМ. АБМ. Пока в принципе ничего не понятно. Тут, естественно, закрыто. Тут даже, по-моему, компом замуровался. Это, видимо, какая-то офисная. Это что? Это просто так светится. Хорошо. Не нажимается ничего. Хорошо, хорошо. Будем смотреть дальше. Что, да как, да почему. Как же тут, конечно, крепит пол. Так, чтоб закрыть, левая кнопка. Ё-май, как же ты хлопаешь-то. Батарейка. Ну да, по виду очень такой сложный. Старое ветхое здание. Хотя оно оборудовано электричеством и такими лампами. Также тут есть компьютеры. И это означает, что мы находимся с вами в цивилизованном мире. И, значит, то, что тут продошло, продошло недавно. На самом деле, я бы отсюда уже свалил бы и вызвал кого-нибудь на помощь. Потому что ходить тут одному, это, ну, просто... Верх моих был бы возможностей. А? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, осторожно-сторожно. Е-май-ёй! Е-май-ёй! Кишки, голова! Здравствуйте. Приехали. Ты, кто? Блин, 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 блин. Бери, Батарико. По-моему, тут должны оставаться кровавые следы Ну, что-то они не остаются, ладно, фиг с ним Так, что-то мне не нравится там кровь из-под туалета Ведь, возможно, кого-то были месячные Но что-то я в этом очень сомневаюсь Ой-ёй-ёй-ёй Мужик, тебя прям затолкали, видимо, в унитаз-то Ё-моё, ё-моё Это ж надо так посраться-то Видимо, мужик очень много кирпичей высрал А как вы знаете, кирпич очень твёрдый и могут прорвать все промежности Здесь, чего там написали? Эта дверь откроется только с карты доступа А где мне её найти? Это уже другой, видимо, вопрос Да, видимо, какой-то психически больной Тут, в случае, нет карты доступа Нет карты доступа, нет карты доступа Так, смотрим От Хеллен Грэнд Кому там, тем непосредственно экспертиза проекта Валеридера Уважаемые господа, полный отчёт находившимся на рассмотрении немедленных действий со стороны корпорации Марков не требуется Потенциальная прибыль проекта Валеридера остаётся чрезвычайно высокой Четыре несчастных случаев содержат достаточно противоречивых данных, затруднявших любое судебное разбирательство А в случае должного обращения со свидетельствами, делающие его невозможными Проект Валеридера остаётся рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначительен, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающей малой В случае насилия среди пациентов учащаются По мере того, как морфогенетические кондиционирования приближаются к стадии производства рабочих моделей Но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказало серьёзную эффективность сохранения управляемости и прибыльности проекта С уважением, Хелен Грэнд, Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерков Вот оно как Значит, тут насилия стало много Среди пациентов А, так это что, сам кабинет? Закрыто Так, и куда же мне идти сейчас нужно? Вот в чём вопрос Откроется? Нет Так, надо бы поискать, поискать Куда, до чего и как Так Так, тут есть пуск вниз Там у нас что? Закрыто Понятно, значит, пуск вниз Ну что-то у меня подозрение, что тут тоже закрыто Ну да Что у нас там? Кстати, камера-то работает Значит, за нами кто-то может наблюдать Только вот кто? А главное, зачем? Так, ну что, я же вроде всё тут обошёл А куда мне идти, я так и не понял Так Так, что у нас тут ещё есть? Эмм Тут больше ничего и нету Куда же мне тогда идти-то? Непонятно, непонятно Может быть, я тут что-нибудь пропустил? Да нет, вроде не должен ничего тут пропустить Вроде бы всё тут обошёл уже Хотя, погодите-ка Погодите-ка Я вышел на другую сторону Как так? Я сам не понял, как я вышел, но Нам туда Молодой человек Я, конечно, понимаю, вам тут Приятно сидеть в кресле-качалке, но мне как-то не по себе из-за вас Тихо С вами всё хорошо? Я думаю, нет Может быть, не надо? Видимо, надо Я вам не мешаю Ребят, что-то вы стрёмные какие-то, вы очень похожи То ли из биошока, то ли из Бэтмена такие монстряки там были Так что, ребят, я лучше, наверное, пройду мимо, а вы там сидите, смотрите свой телевизор На эти прекрасные помехи Почему закрыто? Так, главное, закрываем дверь Давай налево, давай налево Бери, бери, бери Так что там на тап Я внутри А, вот тут же написано Список приметов Хорошо Ну ладно, продолжим мы уже в следующий раз Сейчас пока это реально очень жутко Но пока таких страхов я не обнаружил Хотя, некоторые моменты я чуть-чуть помню Ну то есть я немного видел эти моменты И там было очень жутко Так что, ребят, в жути В жуть мы увидим, наверное, уже где-нибудь в следующей серии А может быть, после следующей Так что, ребят, всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok